Всем привет друзья, с вами Фил, и сегодня разработчики намекнули нам о новом фестивале. В игре будет праздноваться Хэллоуин, а в мобильной версии вообще планируют добавить ночь. Давайте посмотрим, что и когда стоит ждать, и как дела в игре после многообещающего обновления. А перед тем как начать, я хочу обратить внимание всех любителей спорта и киберспорта на самую надежную в СНГ букмекерскую контору 1xbet. Она предоставляет возможность делать ставки на самые различные исходы мероприятий по большим привлекательным коэффициентам и мгновенно выводит ваши деньги. Смотрите любимые матчи еще с большим азартом, выигрывайте и ловите бонус по промокоду фил на первый депозит. Ссылочка в описании. Начнем пожалуй с Хэллоуина. Сегодня разработчики опубликовали в своем твиттере небольшой 9-секундный трейлер с надписью «Остерегайтесь, скоро Хэллоуин». Ну намеков на какой-то зомби режим или прикольный ивент я честно сказать не увидел, хотя это было бы прикольно. Сам праздник в этом году будет 31 октября, так что примерно к этой дате каких-то новинок все-таки стоит ждать. Лично я отчетливо увидел новенькие скины, которые скорее всего и станут основным нововведением. Ну конечно, что же еще могут добавить наши разработчики. Во-первых, крупным планом нам сразу показывают полный сет медсестры. Потом мимолетно в кадре появляется плащ мясника. После этого нам показывают сет клоуна. Кстати, кто-то из подписчиков как раз недавно писал мне, что хочет видеть скины в стиле пайдэй. Ну вот что-то похожее. И честно сказать выглядит очень прикольно. Главное, чтобы парик не превратился в огромный хитбокс. И последнее, что мы можем увидеть в ролике, это головной убор в виде тыквы. Ну без него на Хэллоуин нельзя, согласен. Как, за что и почему будут выданы эти скины, пока не понятно. Мне почему-то кажется, что система будет похожа на фестивали. Ну все-таки праздник, поэтому продавать скины как-то не очень красиво. Хотя всякое может быть. А вот в мобильном папке все развивается куда быстрее, чем на компе. Буквально вчера появилась новость о том, что в обновлении 0.9.0 появится ночное время суток. И уже на сегодняшний день можно скачать бета-версию клиента и протестить, как она работает. На фоне вы как раз можете наблюдать кадры с нового теста. Реализовано все конечно немного странно, светящиеся машины особенно. Ну может это баг окажется, который должны пофиксить, не знаю. Все же большинство из нас, как я понимаю, предпочитают ПК-версию. Однако в связи с последними событиями, разработчики ПК-версии часто заимствуют идеи и копируют все с мобильной версии. Самым ярким последним примером стали звания. Следовательно, не стоит исключать, что ночь тоже будет скопирована. Но вопрос когда, конечно, остается загадкой. Я бы, если честно, с удовольствием поиграл, думаю на ПК, с учетом огромных системных требований, которые есть сейчас, можно реализовать очень красивую атмосферную картинку. Но пока ждем зиму, ее по крайней мере нам уже обещали. Что касается сегодняшнего обновления, не знаю как даже сказать. Ну то, что вместо запланированных трех часов, тех работы длились почти пять, ладно, мелочи. Однако в течение еще часа после них появилась новая проблема, не позволяющая игрокам подключиться к матчу. И как бы такой подход уже оправдывает падение онлайна, за сутки еще на 50 тысяч человек. Как вы помните, вчера он был около 900 тысяч, сегодня уже приближается к 800. Ничего в принципе удивительного, ведь даже после этого на серверах появился огромный пинг и очередные проблемы. На этот раз в игре был большой пинг и часто выскакивала ошибка с задержкой сети. Спустя 11 часов вышел фикс и сейчас вроде как все должно работать. Вот такой вот классный обзор обновления, надеюсь оно вам понравилось, но что-то мне подсказывает, что не очень. Лично у меня поиск соло фпп игры на саноке занимает около двух минут, возможно просто в неудачную минуту попал, не знаю. Если все реально исправили и поиграв несколько дней у меня все будет хорошо, я вам обязательно про это скажу. Пока что, увы и ах, походу снова провал. И на этом у меня все. Всем спасибо за просмотр, удачных вам каток, дней, погоды. Не забудьте поставить под видео лайк, если хотели бы, чтобы папка не болел. Подписывайтесь на канал и скидывайте мне на почту свои крутые моменты из игры. До новых встреч, друзья. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok